сегодня день 2 нашего тура приехали в хозяйство в новый бух к александру николаевичу воротынцеву и сейчас поездим посмотрим тоже на низкие нормы высева и как они себя чувствуют на сегодняшний день здесь у нас ячмень норма высева полтора миллиона это один из самых последних сроков сева сам плане хотя и уменьшили количество халтеров впереди а без халтеров она просто просто напросто такая мысль много нема смысла много 2 млн да много конечно при ранних посевах ну ты подишься ширина листа вот який цвет у него насыщенный толщина стовбура то есть все видно но я вам скажу мы в этом году так я просто мы сидели силы я так быстренько на калькулятор сил без точных данных вот на наших посевах и два миллиона четыреста тысяч осталось просто в кармане ну семена и протравка ну протравитель ну да ну то есть мы должны были уже на сегодняшний момент должны были продать подсолнечник мы еще все не делали для того чтобы подсолнечник сделать я только что рассказывал что есть два варианта как жить всю жизнь и благо хорошие тут дожди были до вас прошли уже давно не был у нас один прошел хороших двадцать седьмого да где-то 20 конец сентября месяц назад сиялы трошки больше чем в тём-то радость оце сиялось после дождя мы сейчас пойдем 2 млн перед дождем тут сиялось сколько полтора миллиона сиялась трошки больше и глубина хорошая отлично ну за счет возможно клиновый перекрытия то есть мы севалку все равно там где-то что-то там кисть клиночек если сейчас выкопать а что за сортом если таки шума а за старт я посеял это ранний из всех наших стартов что у нас есть это ранний сор ячминь глянул и у меня одна мысль много много 2 млн это много и понял даже не ходя не рыешь не копаешь вот ты просто на поле сейчас глянешь и поймешь что это много хотя я когда сиял боялся ты же не был вчера в Борисовиче у него там 800 тысяч 500 тысяч 600 тысяч ну это же crazy ноутильщики уже понимаешь мы только так балуемся Сань ну а вдруг вот ну мы же тоже так можем прикинуть так знаешь ну а вдруг вот будет весна и сегодня ты кажешь много а завтра ты скажешь мало может быть такое или нет ну я тебе скажу что мы в нашей жизни вообще ничего не застрахованы надо решать проблему по мере их поступления но объективно с того что мы бачим и ну с опыта что мы проходим я пока бачу что мы на правильном пути и делаем правильно возможно это будет какие-то опыт горький или сладкий никто не знает ну и время покажет а а який сорт да там раздевают мы сейчас не то есть у нас там демовский весенние семена там много сортов есть у нас есть вообще четыре сорта весенние основные скарпия хайлайт 9 вал да это такие основные посевы есть там мы добирали там супер элиту сели на семена оставлять там еще порядок под 10 сортов на сена просто есть две технологии мы с разными людьми общались и хозяйство в киеве есть да все утверждают есть две технологии одна интенсивно другая экстенсивно экстенсивно миниум того миниум всего и это и твои погодные условия количество осадков позволяет тебе наращивать вести интенсивно сельское хозяйство ты можешь вкладаться наращивать наращивать вкладать 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 и получать максимум работать с питанием да просто с рентабельностью не имею ввиду по интенсивной технологии ты можешь работать с питанием наваливать туда получать высокие урожаи фунгициды делать 2-3 фунгицидных защиты а то может кто-то и 4 делать тут все зависит от количества осадков и когда они выпадают понимаешь а у нас так сложилось что мы дивимся на чем мы можем сэкономить то есть ведем экстенсивную технологию интенсивная технология приводила к тому что мы делали не хорошо а делали плохо мы приезжаем на поле сгорело но волнули за грамм да и поприскали не работа или там где поприскали это не брискали рядом сделали контроль нема никакой разницы понимаешь мы же не просто так себе придумали что мы не будем брискать или мы не будем сидеть только то будем уменьшать но почему потому что мы сделали шаг вперед проанализировали ошибки или результати что получилось и идем дальше только таким образом ты знаешь я самый ярый противник того чтобы уменьшать и так резко уменьшать и противник того чтобы переходить на наутил и так резко переходить ну скажем так я человек не подневольный да мне сказали я сделал но я анализирую и думаю то есть я приехал и побачу если я бачу что мы делаем и есть позитивная ну как бы динамика то значит мы на правильном пути все зачем мне там когда кто-то меня приезжает и рассказывает вы неправильно зачем ты мне рассказываешь если я бачу что мы на правильном пути за дивился от мы я с ним сделал такую выборку за три года то есть за четыре когда мы были на классике наша урожайность и когда мы перейшли на наутил и начали уменьшать количество посевного материала из четырех с половиной миллионов на сегодняшний день уже там грубо говоря до полтора до двух но цей год мы не считаем а за предыдущие три года я тебе скажу так количество урожая у нас не уменьшилось средняя урожайность вот так держится ровно а по есть меню например по зиму даже есть увеличение знаешь так же самое вот мы сейчас за нормы высева но мы забываем тоже от мы же идем по минимуму не только по нормам высева мы там допустим уменьшаем норму вылива воды мы уменьшаем там какие-то количество препаратов вот вы же ушли уже допустим сколько вас сейчас средняя норма по воде на при апрельске 25 литров и вас при такой норме уже работает литр глифосата да если вы были 200 вы даже не задумывался литры вы все время три-четыре литра про нам не было когда задумываться мы только то и делали что воду возили и купили глифосатки да я понял это имеется ввиду что они такие заняты что им нема когда подумать да ну я просто за чего говорю что многие люди когда ты им говоришь о том что ты там льешь 50 литров воды или 25 литров они кажутся это на работу так же самое некоторые врядь выси это миллион это на работы на сегодняшний день вот я борисович мы с ним там закажите любые какие цены дела и 500 и 600 тысяч да это небольшие участки у кого-то это 5 гектар у кого-то 10 у кого-то 20 но основная норма высева по хозяйству это там допустим полтора-два миллиона а есть участки 500 600 700 тысяч 800 между ряде разно для чего мы это делаем это делаем для того чтобы для себя понять мы можем сидеть на лавочке и умничать и рассказывать что это работая а это не работая вот выбрать давай обратимся наука а мы можем посеять и поддеваться 6 вы это и проанализировать потом на поле и скажем да ребят 70 между ряди на пшеницей не работает работает 35 или 45 мы будем все эти то никто же не говорит о том что мы сейчас взяли всю всю почву посеяли на на 70 кстати по поводу количество воды дуже важно потому что сейчас сразу нас там заклюют заплюют при внесении фунгицидов и когда ты делаешь баковые смеси то есть делаешь листовик подкормки давлечь различные не будем рекламировать бата кто добавляет там карбамид нет ни в коем случае обязательно должна быть процентов к воды не в концентрации конечно концентрация воды 5 процентов не больше нужно превышать потому что иначе ты просто спалыш вот ну знаешь сами тоже самое живу там допустим если мы с ним с небольшими нормами мы должны пробить побеспокоиться о качестве высева правильно глубине высева посева качестве семян качество семян также сама при опрыскивании мы должны подумать о том чтобы у нас должен стоять компьютер допустим на обычном ранцевом опрыскивателе мы не можем себе этого позволить потому что там газнул 25 литров воды да если норма вылива тут буду 50 и двойная концентрация тут буду действовать и недостаточно то есть что-то работает система работает система в этой системе должна быть форсунка должна быть соответствующая капля должен быть компьютер должен быть качество воды ты должен понимать что ты делаешь и зачем ты это делаешь вот и все так из бухты барахты что-то сделать что-то не сделать или там почему саш який сорт тут тут много сартов тут а децидемовское поле тут высеяние семена на ул цей разных сортов на посев да разный мы сейчас будем сравнивать яка норма высева тут 2 миллиона все селись 2 миллиона то есть срок посева до дождя да месяц назад где-то 27 26 числа приблизительно ну это так на вскидку конечно я сейчас ну записи собой нема я показал вот тут так кстати часть вот мы сейчас стоим тут был репак и тут не бата гектар 10 а дальше в шатце пришло по стою гуру ходят оценивать посевы петрович шо скажет отлично я ж не против даже вопрос вам что сроки посева вот он интересным будет посмотреть потому что я тоже по кукурузе я смею и вот здесь у тебя там два листочка вот там интересно тут единственное надо смотреть по этому сам как он перезимует а тут же где-то начало сентября не 26 или 27 27 дош прийшло и вот перед 26 ганял да мы это как раз думали что не до сием 27 уже сколько три-четыре побега да уже ну да уже троечка есть 34 тут еще сейчас основных четыре пятый пишет так хорошо это тоже ж не было до дуже вот то есть дождь как и зацепил но тут нормальный дождь пришел влаги пока хватает развивается подкормить его весной и и тут аж так построена защита мы работали препаратами это ж мы протребли при протравленном таким образом чтобы не делать первую фундизитную защиту а возможно при отсутствии осадки, туманевые влаги, мы не будем делать вообще фонгицидную защиту. Каким препаратом тут работал? Цистива и иншур. Ну ты бачишь, что уже есть проявление болезней на листах. Ну, это же знаешь, как бы не панацея, никто не знает, тут надо наблюдать за этим всем. Сейчас много звонков, там и в Вайбере, и в Ютубе много обращается. Первая проблема – это по мухе, а вторая проблема – именно по пятнистостям. То есть у многих людей уже пошли пятнистости на ранних посевах. Ну, злакова муха – это там, где зерновы, по зерновым причастили. Не, не обязательно. Я поеду, буду завтра дома, я сниму видео, я тебе покажу, в каком состоянии загущение посева именно по наличию болезней. И я думаю, что… Да, с учетом того, что тут все равно низкая норма высева, я думаю, что это тоже сдерживающий фактор в проявлении листовых болезней. Я думаю, если бы тут был гуще посев, то уже ситуация была бы хуже. Да, конечно. Ну, посмотрим. Бункер покажет. Конечно. Ну, смотри, когда вот богато злаковых, вот тут, допустим, вниз полаз, да, оно начинает убывать. Или, ну, до конца зимы, может, оно не добить, и можете тут еще, ну, зайти, понимаешь, вот в этом самом месте, их тут, обычно, очень много, оно же мелкое. И тогда на весну, весной он выходит, а если его обрабатываешь весной, вот это оно тут, в нижнем ярусе остается, этот, оно то его полностью не убивает, но оно остается в нижнем ярусе. Я за то, что вот если бороться со злаком, то может подумать, может, тут тогда весной. Ну, может, лучше весной бороться со злаком, может, все-таки лучше сейчас сработать противодвудольных, да. А там по ситуации весной уже дивиться. Ну, да, тут такая на грани. Тут основная, да. Не, ребят, знаете, что, вот, ну, его не так много, но он же будет сейчас вегетировать, и весной, я не знаю, как ты его смотри, он сейчас будет с ячменем вегетировать. Ну, весной его можно остановить, и он просто останется в нижнем ярусе. Вот давай проанализируем, допустим, когда вот реально они смогут сюда опрыскиватель загнать, вот этот самый. И рано весной, ну, смысла, там, феврале, он когда кормить будет. А потом, когда это апрель месяц, он уже будет вместе с ячменем, ого, какого. Да не будет он вместе с ячменем. Да он даже обгудит. Да нет. Ну, проблема в том, что мы можем все-таки ДВ-шку препарата противозлакового потерять. Сейчас пойдут холода, оно просто не дожмет его, растение переболеет, и весной продолжит вегетировать. А когда ты весной сработаешь противозлаковым... Единственное, что здесь не так много его. Вот это вот, ну, там очажок мы видели, там, ну... Ну, может быть, они весной примут для себя решение и не работать противозлаковым. Ну, это проблема тех посевов, которые были до дождя. Те посевы, которые уже мы сеяли после дождя, этой проблемы у нас уже нет. Ну, да, дезаглифа... Ну, а с другой стороны сеяться надо? Петрович, а сколько у нас метров? Десять? Ну... Да, Сань, весной определишься. Десять гектар только по репаку, состальное поле после сойта. Значит, десять гектар цепшакнешь весной-то и все. Конечно, тут даже видно, где линия. Репак, да. Ну, по сойту все равно... Понимаешь, все попробовали, не получилось, все бросили. Это не работает, это плохо, это, ну, критично. А почему никто не сив и не проанализировал, а почему так получилось? А в чем ошибка? И люди, которые начали заниматься ноутилом, они, как правило, советуются с классиками или со своим опытом прошлой жизни. Ну, ты понимаешь? А это тяжело. Мы советуемся со всеми. Мы не стесняемся спросить. Нет, я тебе скажу, что очень много проблем у кого-то. Они попробовали и бросили. Что люди бросают? Ну, а что по грузии, по подсолнечнику, по нормам высева? Как у вас ситуация? Надо меньше. Надо меньше, да? Конечно, мы в этом году сели, основная густота посева была, что на кукурузе 50 тысяч, что на подсолнечнику. То есть, были там дельянки по 40 тысяч. Ну, если честно, сейчас в этом году решать, что лучше, что хуже, когда... Те же волки, очень критические. Ну, то есть, кукурузы немало. Ну, по что мы можем балакать? И проезжали, там у нас закладали досліды, подкормки, регуляторы. Ничего не сработало. Ну, как... Я тебе скажу, я заметил по нашему региону, вот я сообщаю, что там много кто приезжает до нас на поле, а что так, а что так. То есть, у нас там, скажем так, ну, каже, что так неправильно. А кто-то задумается и бачит, что есть результаты. Ну, и идут какие-то дискуссии, да? И вот мы постоянно на поле стоим, стоим раз, и я вот бачу, про наших погодных условиях, у нас где-то порядка полторы-две недели разница. То есть, вот у нас растения, вот там уже растения умирают, а у нас еще растение живое. Ну, правильно. Просто не надо думать, что если наутил, то нам не надо влага. Да нет. Нам нужна просто, мы по-другому, я скажу, работаем с этой влагой. Конечно. Ты же понимаешь, что при системе наутил ты учишься управлять тем, что у тебя есть, теми осадками, что у тебя выпадают. Будь-то их мало выпало, ты сохраняешь их, будь-то их выпало много, и ты смог саккумулировать всю эту влагу. Ну, по максимуму. Вот и все. Да, ну, по урожайности тоже, значит, благодаря наутилу, да, там меньше энергонасыщенности предприятия, меньше зарплаты, меньше, ну, то есть, все же оно все подтягивается. Благодаря меньшим нормам высева, мы можем где-то чуть-чуть и меньше урожайность получать. Ну, это не говорит о том, что мы, ну, не говорит о том, что мы меньше будем зарабатывать. Да, ну, в данном случае. То есть, наша задача все равно, в любом случае, это заработок с гектара, да, то есть, вот мы в этом году заработали по хозяйству там 200 гривен с гектара, или 2000, или 5000. А есть, мы вчера просто, ну, тоже много дискутировали там, и рассказывали, что на капельке хозяйство поставило капельку там, или орошение, ну, то есть, ну, орошение поставило там, зацепили эту тему. И они получали кукурузу 17 тонн, то есть, 170 центнер, а затратная часть у них была 19 тонн. И им собственник, агроном, он приехал и говорит, ребят, давайте так, заработать, чтобы урожайность была 5 тонн, ну, себестоимость 4 тонны. Да, чтобы был хотя бы какой-то заработок, чтобы был какой-то заработок. Мне не надо ваши 17 тонн урожайности, мне надо просто хоть что-то заработать. Ты должен понимать, что ты заработаешь, конечно. Поэтому, то есть, оно так по чуть-чуть, по чуть-чуть кажется, ну, ну, по крайней мере, мы в наутиле можем себе позволить собраться, все, приехать до хороших людей, подивиться на полях, походить, подискутировать, сести, выпить какую-то вечернюю чарку, правильно, Николай, или нет? Сияла джунгировка сияла, вот там, где потянер сиял, оно, ну, более, это, это, что на 25, международием, и тоже 2 миллиона. Но тут сиялось позже, ты все посиялась до дождя, потом мы неделю тут стояли, 100 миллиметров выпало дождя, мороженое обещай. Что-то так? Да нет, ну, Лён, он не конкурент для пшеницы. Ну, а вот этих волковых зонах? Ну, смотри, вот, ты посмотри, вот она. Где ты видишь, что пшеничка здесь страдала? Нет, просто вопрос в том, что... Ну, если надо, ну, мороз может просто убить. А этот самый, а так, посмотри. А когда мороз будет? Ну, будет когда-то, ну. Нет, просто его и убить сейчас. Чем, допустим, Грандстар, этот, Гармони, вот эта же смесь, вот я говорю, я обработал 2 недели назад, да, он цвет поменял, но ее даже покрутил. То есть он все равно так, ну, меньше конкуренцию создаёт, но все равно продолжает чуть-чуть вегетировать, да? Ну, он, Петрович, лен, ну, о всей классике, он не конкурент для пшеницы, пшеница. Ну, ну, знаешь, вот я раньше тоже... Вот, вот смотри, 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 вот смотри. Ну, тут пусть мыши натаскали, да, ну, вот даже посмотрим, что здесь вот. Какий сорт, Саш? Мороз. Тут два сорта посеяно, и... Если не ошибаюсь, оттуда ишла в Карпе, а отсюда хайлайт. Или наоборот, то, что надо, ну, скорее всего, что это хайлайт посеять. А сейчас, ну, после дождя, Петтингеров не смогли мы сиять. Наматывала на... На турбодиск... Да, на турбодиск наматывала такую эту... Паклю, да, от льна. А в Джондировской посеяли. Ну, тоже, на Джондировской посеяли. Льон, это так, что оно везде, все, что крутится, оно на все, натягло. После льна лучше сиять в суху. Думаешь, что его мороз объект, когда не будет? Да, сто процентов. Да, я думаю, что, ну, ничего, ну, штанья ему хватает, еще ж не такая там прямо конкуренция. Ну, льон не конкурент, ну, этот самый, я бы его оставил, я бы не робил вообще. Да. То есть растет и все. Мало того, что он же вот эту вот штуку, льон сам вот здесь, да, он создает сам, ну, какую-то там, не дает. Да, я тут согласен, я думаю, что может остаться. Слава тебе, господи. Первый раз в жизни, да? Спасибо. Исторический момент. Да, а вот, а это что? Что? Вот этот тебе калиоптель, блин. Причем калиоптель, мы говорим, где узел кущения, что он... Да узел кущения на два с половиной будет три сантиметра всегда. Нет, вот он, где зерно, вот узел кущения, вот видишь? Вот где зерно? Сверху, вот смотри, вот так вот шеница росла, вот он, где узел кущения. Он не пошел на три сантиметра. Петрович, ну. Да, Андрюха, зайди палку. Ну вот я тебе, шо тебе палку, вот тебе вы... Не, ну блин, шо за человек. Иди сюда, смотри. Я вот тебе ему, шо вы меряете? Иди сюда, смотри. Вот я тебе, сколько я тебе... Ну вот узел кущения, вот узел кущения. Да подожди, вот он, смотри, вот он. Что вы? Ну вот он, смотри. Вот он, узел кущения. Шо ты там? И вот посмотри, сколько здесь сантиметров. Да ну где там сантиметра? Смотри, не любишь ты это самое, проигрывать. О! А при классической технологии сейчас пахать, надо рыхлить, культивировать и так далее. Слушай, я помню те времена, когда мы месяцами жили в поле, ну точно я, там, в лучшем случае прийдешь додому помийся, понимаешь? Просто дайте дискову городу на Сутомер. Мы не можем никак собраться, то у нас, блин... Мы даже не знаем, вон у нас работает или нет, то у нас просто стоит уже тысячу лет. То нема кого посадить, туда поедет. У нас людей уменьшилось. У меня три тракториста осталось. Три. На три с половиной тысячи гектар. Ну, или там, на комбайнах по одному человеку. Три бухгалтера и три тракториста, прикинь. Ну, соглашение, да? Ну, денег, значит, богато, если три бухгалтера считать, все надо. Ну, математика, да, считать, потому что при классике, что при, в любом случае, весь бизнес построен на счетах. Если ты не считаешь, значит, это бесполезное видение. Да, то ты не зарабатываешь. Кстати, помнишь, мы рассказывали, что у нас каждая поля под учетом. Причем учет по людям. И Саня будет на семинаре, что-то там, Дроганчук, и это самое еще. Ну, будет, это все так ярко. Да, если произойдет семинар, то он там, кстати, тему, что-то там будет преподносить. Вот, поэтому, если у нас, да, там, затратки было, там, в долларах, большой миллион, да, там, затратки на 2000 гектар, то сегодня у нас затратки намного меньше на 3000 гектар, на 3500 даже. Соляры у нас на круг в этом году вышло 20 литров. Это с уборкой совсем, учитывая то, что мы сильно померзли и 1000 гектар пересевали.